Где в советское время, живя не в Москве, можно было получить московскую прописку? Не поверите, на мысе Косистово. Здесь до 90-х годов располагался одноименный поселок с вторым названием Москва-279. Именно с мыса Косистово начинается второй этап нашего путешествия. Дальше, на север, лежит открытое истуденное море. Детчатый шторма и рисковать идти туда на нашем кораблике не стоит. Поэтому дальше мы отправляемся вглубь Таймыра, вертолетом. Запас керосина мы привезли с собой и теперь его надо перелить в вертолет. Не ведрами же его носить. Честно скажу, давно я не летал с таким экипажем, который без проволочки посадил вертолет у самой кромки воды посреди хаоса техногенного мусора. Забегая вперед, с благодарностью скажу, что только благодаря профессионализму и порядочности нашего экипажа мы смогли увидеть многие красоты Таймыра. Пока вертолет заправлялся, мы пробежались по заброшенному поселку. Поселок Косисты начинали строить в 1939 году для обслуживания запасного аэродрома и военной базы ПВО. У жителей этого поселка, местом их прописки, в паспортах была указана Москва. С развалом СССР поселок перестал существовать. Отсюда ничего не вывезли, все осталось как и было. Чего тут только нет и как всегда все разбито и разграблено. Одно не могу понять. Если кто-то собирает цветной металл, зачем бить все остальное? Варвары. А ведь было бы интересно бродить не среди руин, а меж целых машин и строений. Разглядывать и удивляться, какое в то время было оборудование и технологии. Теперь по заброшенной взлетке вместо самолетов гуляет ветер и играми чекотают пустые пластиковые бутылки. Дальше наш путь лежит на маленький, но зато выдающийся своей оригинальностью среди всех островов Хаттонского залива – остров Преображение. Теперь мы будем улетать на целый день, а к вечеру возвращаться и ночевать на кораблике. Чем же так уникален остров Преображение? Прежде всего тем, что он не похож на другие острова своим рельефом и строением. С одной стороны он обрывается отвесной стеной, а с другой – плавным склоном спускается к морю. На острове в советское время работала метеостанция с богатейшей библиотекой. Еще на острове был небольшой аэродром, на который мы и приземлились. Но не все смогли его увидеть. Кого-то смотрел в дальний перелет. Часть группы после приземления отправилась осматривать станцию. А заядлые дайверы решили исследовать подводный мир острова. Конечно, интересно погрузиться вместе с ними, но в холодной воде долго не поплаваешь. Мы первые, кто пытаемся здесь погрузиться. Нам интересно узнать, кто же обитает в здешних водах. Не знаем, получится увидеть кого или нет, поскольку вода мутная. Прибой баламутит воду у берега. И ничего не видно. Ну, посмотрим. Погодная идиллия. Солнышко, тепло. В этом году вообще август нас радует. Ну, почти как на Черном море. Только галька другая, плоская, словно монеты. Как ни странно, но в Норильске есть клуб дайверов. Вот они ездят по северу и ныряют в водоемы. Ну, вот и морская капуста растет. Под водой ничего не видно. Мутно. Надо приближаться близко к объекту. Вот ползет кракатица какая-то. Лук по ней прополз, пробежал. Она маленькая, кажется, что большая. Вот масштаб. Вот ними и питаются моржи. Вот паучок, шустрый такой. Рыб вообще не видно. То ли они боятся, то ли их здесь нет. Вот раковину, пробороздил одну. Ну все, пора всплывать наверно. Каждый раз, путешествуя по Арктике, не перестаю удивляться тому, что было построено нашей большой страной в советское время. На какой остров в Заполярье не прилети, везде есть то метеостанция, то военная база, то научная какая-то экспедиция стояла когда-то. Везде работали люди. И все это было нужно. Все это было интересно. И на все находились деньги. Честно говоря, завидую тем людям, кто здесь работал. Ух ты! Вот достояние России. Кто это мог так почитать? Смотрите, сколько книг лежит. Какая библиотека здесь была. Ну вот, испытание на прочность. Станция не прошла. Не нужна она стране. Не нужна Родине. Пусть все разваливается. Здесь можно оставаться зимовать. Будет чем заняться. А здесь был, видать, кинозал, комната отдыха. Кто поломал вот это? Кому делать не было. Мы бродили по станции. Но наши охранники не дремали. Охраняли нас. Вдруг Мишка появится. Надо быстро залезть будет на крышу. А здесь одни лишь приборы. Работали когда-то. Погоду давали. А сейчас с американских спутников и сайтов погоду смотрим. Пожалуйста. Раздоль. И для радиолюбителей. Смотрите. И кто-то поломал. Повытягивали все это. И бросили на пол. Эта метеостанция была построена в 1939 году. Тяжелые тогда времена были в стране. Но, несмотря на это, как-то смогли в такую даль доставить материалы, оборудование, людей и начать строительство. Тогда не ставили вопрос об экономической целесообразности. Нам пора лететь дальше, к следующему удивительному месту Таймыра, в бухту Марии Пронщичевой, названной в честь первой женщины-полярницы, отправившейся почти 300 лет назад вместе с своим мужем в смертельное плавание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok